Приветствую вас, братья и сестры, и поздравляю с новым 2020 годом. Наверное, никогда в своей жизни, когда проходила молодость моя, даже не думал, что Богу так будет угодно, что перешагну порог двухтысячелетия. Мир был встревожен страхами, как и сегодня он руководствуется ими, а для нас, надеющихся на Господа, взойдет солнце правды. И если в нашей жизни присутствует Господь, у нас есть будущность. Я много думал сегодня о том, что сказать сегодня и самому себе, и Церкви Возлюбленной Господней. Наша молитва сегодня о благословении на предстоящий год. Текст Писания, если вы смотрели и имели этот листок, это книга Исход, 33 глава, 13-16 стихи. Мы их прочитаем, братья и сестры, но я предлагаю немножко раньше прочитать из этой же книги. Книга Исход, вторая книга Моисея. С 19 главы прочитаем несколько стихов, а потом вернемся к 33 главе. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлинных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать глаза моего, соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете моим царством священников и народом святым. Вот слова, которые скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу. Второе место послушаем. Это 33 глава книги Исход. С 12 текста читаем следующие слова. Моисей сказал Господу, вот смотри, ты говоришь мне, веди народ этот, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой. Да бы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И смотри, помысли, что эти люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда и я, и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты просил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих. И я знаю тебя по имени. Корень надежности, корень преуспевания заключается в очень простых словах, не так ли? Мы с вами послушали первое место, которое читали из девятнадцатой головы. Написано, я сделаю вас уделом из всех народов. Вы будете у меня царством священников, народом святым. Вот слова, которые ты должен им передать. Моисей все аккуратно передал. Вообще, Моисей, это был человек верный во всем. Все, что Бог сказал, он все это доносил. Братья и сестры, А у нас бывает такое, когда из того, что мы приняли, а доносим так мало, как ребятишки, иногда несут и в силу своего детства слабости, они половину теряют. Доносить надо, братья и сестры, для того, чтобы наша жизнь была успешной, а тема наша сегодня говорит о молитве о благословении на предстоящий год. Я думаю, каждый из нас, как школьники когда-то, окончили тетрадь, взяли в руки новую и начинают старательно первые листы. А к концу, как придется? Не так ли бывает? Как сделать нашу жизнь, чтобы она была действительно полезной? Чтобы то, куда мы стремимся, оно нас приняло? Вопрос немалозначный, очень важный вопрос. А если не Господь, то кто? Братья и сестры, в самом тексте нашем уже ответ есть. Моисею было небезразлично, кто с ним пойдет. Моисею Бог дал повеление, иди и веди. Вообще, интересное вот это выражение. Моисей был седьмой после Авраама. Енох был седьмой после Адама. И оба они были проповедниками. Интересно, еще одна особенность, коль мы коснулись сегодня этих цифр. Моисей семь раз должен был подняться с долины на гору. Моисей семь раз возвращался назад и обязательно что-то имел. Братья и сестры, я считаю, что сегодня текст, который мы с вами прочитали, 33 глава книги Исход, он универсальный. Он очень нужен сегодня пастырям, учителям, проповедникам в нашей церкви. Он универсальный, потому что он нужен сегодня отцам семейств. Он нужен сегодня пожилым людям и молодым, парням и девчатам. Где сегодня эта возможность, платформа, когда открывается доступ к счастью и благополучию? Братья и сестры, само Священное Писание, Новый Завет говорит, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть – дети Божьи». А кто Духа Господня не имеет, тот и не Его. Библия – очень простая и ясная, четкая книга. В Библии предписаны рецепты. Библия, как рентген, может открыть наши недостатки с вами. И для чего это Бог делает со страниц Священного Писания или через Своих проповедников, когда Он беспокоит нас? Чтобы мы могли увидеть свое состояние и исправить. Вы помните, как в книге Откровения сказано, «Я дал ей время покаяться, но она не покаялась». Братья и сестры, начать свое путешествие очень легко. Очень легко. За одну ночь весь Израиль и множество иноплеменного народа оставили Египет. Братья и сестры, а 40 лет для чего было, дано им? Это годы, это дни, недели, месяцы, это учеба. Когда Бог работал со Своим народом. Братья и сестры, нам иногда кажется, кажется, что мы можем в чем-то быть умнее Бога. Вот посмотрите, как пророк, псалмопевец, говорит об этом в Псалме 94, 10-11 текст. «В 40 лет я был раздражаем родом этим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Опасность всегда существует. Братья и сестры, опасность не только тогда, когда идет военная пора, когда идет битва. Опасность подстерегает нас даже тогда, когда нет войны. Именно это и случилось в жизни. Один переживает необычайный взлет. Бог его поставил и возвел на гору для него недосягаемую. А в это время на земле творилось великое отступление. Люди променяли славу Бога Живого на вола, едущего траву. Братья и сестры, вот эти моменты в нашей жизни, они могут прийти. Как быть готовым? Я хотел бы показать на одно из условий. Моисей, он видел невидимого. Поэтому он тверд был. Моисей видел невидимого. Когда Моисею были предоставлены возможности, взойди сюда. Он вставал и шел на гору. И Господь открывался с ним. Священное Писание, писатели Нового Завета говорят о том, что он был тверд, потому что он видел Бога. Об этом написано в 11 главе послания к евреям. Он, как бы видя невидимого, был тверд. Новый русский перевод, смотрите, как написано здесь. Он вытерпел все, как будто видел Бога, который невидим. Интересно, еще одна особенность, третья. Моисей смотрел, взирая на лицо Господня. В этих обстоятельствах, которые складывались вокруг него, всякая встреча с Богом, она что-то открывала в нем. Вы знаете, как один скульптор когда-то шел со своими учениками, и когда они проходили мимо кусков мрамора, он дал приказание своим ученикам, возьмите эту глыбу. И они удивлялись, ну зачем этот кусок тебе, мастер? И тогда этот опытный воятель говорит, я вижу в нем ангела, я хочу его освободить. Вот именно такой взгляд был у Моисея, когда он смотрел на окружающий мир, как художник в полотне видит свою работу, как скульптор видит творение свое. Моисей видел в обстоятельствах руку Господа. С чего Моичей начался? Братья и сестры, он увидел терновый куст. Он увидел терновый куст. Многие из нас видят кедры, очень высокие, и ничего. А он видел куст терновый, колючий, и видел славу в нем. И когда он пошел навстречу к этому, ведомый Господом, он пережил встречу, когда Бог заговорил с ним и говорит, Моисей, Моисей, сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, это земля святая. Братья и сестры, наша церковь поместная, наш город, наша страна, мир сегодня нуждается в людях, которые бы лицезрели Бога, которые бы могли представлять сегодня людям живого Бога. В этом так нуждаемся мы с вами. И поверьте, что Бог избирает тех, кого Он находит. Я думаю, что у нас нету достаточно времени, чтобы говорить сегодня об этом. Посмотрите опыт Давида. Он так похож сегодня на то, о чем мы сегодня рассмышляем с вами. Псалом 15, стих 8. Давид так говорит, Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он, одесную меня, не поколеблюсь. Вот где прочность видеть, что Бог смотрит на тебя. Что делало таким целеустремленным апостола Павла в жизни? Он видел Господа, Он видел Господа, одесную себя. И ради Него Он преодолевал и переносил все трудности и страдания. А что ты сегодня видишь в своих обстоятельствах? Способен ли ты видеть место, присутствие Бога на том месте, где ты стоишь? Способен ли ты, наконец, отражать Его славу? Братья мои и сестры, когда мы смотрим на эти моменты, это очень важно. Братья и сестры, когда мы с вами посмотрели на этот текст и видим о том, что что-то случилось в народе Божьем, и когда мы подходим с вами со страниц Священного Писания, вот эта близость, которую Моисей имел с Господом, она открыта ему была только по той причине, что он встал и пошел навстречу с Господом. И когда закончились 40 дней, Господь ему дал скрижали каменные, и скрижали каменные, это были письмена Божьи, это уникальнее того ничего, нету ни у одного племени или народа на земле. Вот такая уникальная миссия выпала Моисею взять то, чего воятель и творец и писатель был сам Господь. Это письмена были его письмена. И Господь ему говорит, сойди теперь скорее, поспешай. Об этом нам свидетельствует Писание, потому что народ, который ты вывел из земли, он развратился. Что случилось, братья и сестры? Простая вещь, но она страшной эпидемией стала делать свое зло. Вы помните, когда Моисей должен был подняться для того, чтобы принесть людям скрижали завета Господня, Он позаботился обо всем. Он сказал, вот мы восходим с Иисусом Навином на гору, а вы оставайтесь здесь, ждите нас, когда мы придем. Никуда не отправляйтесь. Посмотрите, это Господь сделал. Кажется, ну теперь нужно помнить то предписание, которое у нас есть. Но в жизни говорят правду. Самое трудное для человека – это ждать и догонять. Остаются. И осталось уже немного, а терпения уже не хватило. По причине того, что они устали ждать. Об этом как раз и брат говорил вчера. Саул устал ждать. Это к нему слово Господне. Если бы ты дождался, укрепил бы Господь. Братья и сестры, Моисей был на горе. Моисей был занят делом, а люди на земле не знали, куда себя одеть. И поэтому собрались, написано «Весь народ». Подумайте. Ну кому-то же это пришла мысль безбожная, греховная, мерзкая и скверная. И она захватила собой все общество Израиля. И они пришли к Аарону и говорят «Встань! Сделай нам богов, которые бы шли перед нами, потому что с этим человеком, который нас вывел из земли египетской, не знаем, что случилось». Братья и сестры, какие-то богохульные, дерзкие слова. Подумайте, как Господь ставит очень строгий диагноз этому больному обществу. «Презрели святого, заповеди мои почитали чужими для себя, отвернулись от меня, променяли славу свою». И мы с вами прочитали. Псалмопевец в 94 главе говорит о том, что вы раздражали меня 40 лет своим противлением. Посмотрите. И вот результат всех результатов Господь судит свой народ, выносит вердикт наказания. И когда он сказал Моисею, «Встань в сторону, не удерживай меня, я во мгновение ока истреблю это нечестивое общество». Братья и сестры, Моисей, который находился в присутствии Господнем, говорит удивительные слова. Он говорит, «Господи, посмотри». В русском варианте в нашей синодальной Библии нету этих слов. «Посмотри». О чем говорят эти глаголы? «Смотри». «Господи, посмотри». Два раза он обращается к Господу. Он говорит, «Это твои люди». Господь говорит, «Это твой народ». А он говорит, «Посмотри». Он хочет привлечь внимание Господа вот к этому факту. «Это твои». А потом посмотрите испытание, которое Господь делает для него. Он говорит, «Я от тебя произведу более сильный народ и более множественный, чем ранее». А он говорит, «Вспомни о себе. Вспомни об отца, которым ты клялся, Аврааму, Исааку, Иакову. О том, что ты их умножишь, о том, что ты их доведешь, о том, что ты их ведешь в покой». И Господь его услышал, братья и сестры. Господь Моисея услышал. О чем это сегодня говорит нам, братья и сестры? Мы, как Церковь Христова, сегодня тоже находимся в ожидании. Куда ушел Иисус? В дом Отца. Он придет скоро за нами и возьмет кого? Ожидающих Его возвращения. Об этом книге евангелисты все свидетельствуют о том, что мы сегодня люди, ожидающие возвращения Господина нашего. Что сегодня нужно Духу Господню, чтобы мы на каждый час и время были готовы, чтобы, когда придет, тот час отворить. Оказывается, то, с чем встречались когда-то сыны Израилевы у горы Синай, мы сегодня это можем переживать в своей личной жизни. Ждешь ли ты Его? Псалмопевец говорит, «Душа моя ожидает Господа больше, нежели стражи утра». Братья и сестры, мы столько много знаем. Нам сегодня открыта эсхатология, как будут происходить события. Разве об этом не позаботился Господь наперед? Для чего? Чтобы мы с вами могли быть ожидающими. Помните, 3 глава 2 послания Петра, там написано, «Не медлит Господь с исполнением своего обетования, как некоторые почитают, то медвением, но долго терпит нас». Вы помните, и там слово встречается еще раз и еще раз. желающим и ожидающим пришествия Дня Господня. Поэтому пусть Господь нам поможет быть действительно людьми, ожидающими Господа, чтобы не подвергнуться этой страшной напасти. Но кроме этого, есть еще третья составляющая, братья и сестры, здесь. Посмотрите, он говорит, «Ты не сказал, кого пошлешь с нами, и не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Вот это выражение Господа, он говорит, «Ты сказал мне, что ты знаешь меня по имени». Оно встречается два раза в этих коротких стихах. «Я знаю тебя по имени». Братья и сестры, это говорит нам о том, что у него очень близкие, глубокие и прочные отношения с Богом, доверительные отношения, когда Бог говорит, «У меня есть цель для тебя, иди и веди». Братья и сестры, для него было небезразлично, как идти. Он сказал, «Кто пойдет с нами?» По опыту своему он понимал, что присутствие Господа в жизни – это признак благословения и славы. Именно в этом тексте у нас и написано. Посмотрите. «И почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потольму ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда и я, и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Братья и сестры, у Бога есть всегда план работы, и Он эту свою работу открывает людям. И Моисей слышал об этом. И Моисей хочет еще больше узнать. Посмотрите, как написано об этом в 13 стихе. Он говорит, «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, молю, открой мне путь, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих». Братья и сестры, вот что его интересует. Он хочет заглянуть в сакральную Господа Бога. Он хочет познавать его пути. И Господь открывает своему рабу содержание этих моментов в жизни, братья и сестры. Когда мы с вами смотрим, смотрим на Священное Писание, мы видим заботу Господа о нас с вами. Посмотрите, как написано об этом Псалом 24, стих 4 и 6. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезем Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день, ибо Ты Бог мой». Посмотрите, 10 стих. «Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его». Псалом 85, 11 стих. «Наставь меня на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». Почему нам нужно сегодня познавать Его пути? Для того, чтобы познавать Господа и приобретать благоволение Его. Благоволение – это значит угодить Господу. Когда мы угождаем Господу, тогда Он открывает нам свои объятия, тогда Он принимает нас, как пилигримов, которые совершают паломничество в Вышний город. Притча 3, 6 написано «Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои». Но пути Господни не только вокруг сегодня святых Его. Братья и сестры, вы помните, что пути Господни они простираются намного дальше. Вот посмотрите, книга пророка Михея, 4 глава, здесь следующее написано, 1 и 2 стих. «И будет в последние дни гора Дома Господня поставлена, будет во главу гор, возвысится над холмами, потекут к ней народы, и пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню в дом Бога Израилева, и Он научит нас путям своим и будем ходить». Братья и сестры, вот какая перспектива открывается сегодня для нас, когда мы заглядываем в сакральное Господне. Братья и сестры, подумайте, насколько бы жизнь была бедная и слабая, незаметная, неясная, невлиятельная, если бы не было там Господа. Мы с вами прочитали, «Буду вести тебя, буду наставлять тебя, буду с тобою, буду охранять тебя, буду учить тебя, как отец учит сына своего». Братья и сестры, как это важно для нас. Если не Господь, то кто? Насколько сегодня Моисей для нас служит примером, чтобы и мы могли так аккуратно смотреть сегодня на свое хождение. Господи, если ты не пойдешь с нами, не выводи нас. Вы помните, когда стало очень трудно около моря, и фараон и его войско гнались и настигали сынов Израиля, и они воззапили. И Моисей закричал Господу, а Господь ему говорит, «Что ты вопиешь ко мне?» «Простри» – жезл на море, и Господь воздвиг ветер, и ветер дул всю ночь, а облако присутствия Господня из середины вернулось к концу, сзади встало, между армией фараона и между сынами в страхе находящихся сынов Израилевых. И всю ночь, что они не соединились вместе, это Господь был. И когда Моисей в страхе находился, Господь ему говорит, «Пусть они идут». И шли всю ночь, и Господь поборал за свой народ. Братья мои, сестры, когда мы с вами сегодня смотрим на последние моменты нашей жизни, посмотрите, мы с вами прочитали, что удел его – это его народ, это народ святой, это царственное священство, которое он призвал. Подумайте, что сегодня и в нашу жизнь Господь входит. Кого он призывает сегодня? Незнатных. Их незаметная работа, которую они совершают, но он их берет и делает их участниками своих славных дел. Где он нашел Моисея, когда он пас? Наследный принц Великой империи Египта пас скотину. Где он нашел Елисея, когда он пахал поля своего отца? Где он нашел мытаря Матвея, когда он собирал с народа своего таксы? Очень неприглядная работа. Посмотрите, где он нашел Петра, когда он закидывал сети в море? Господь сегодня проходит по нашим рядам. Господь сегодня говорит о том, что я хочу, чтобы твоя работа могла стать значимой. я призываю тебя, братья и сестры. Когда я смотрю сегодня на страницы Священного Писания, нельзя не восторгаться нашим Богом и Его провидением. Он все наперед знал. У Него есть избранные люди, у Него есть призванные люди, у Него есть люди, назначенные им, и у Него есть еще одна категория людей, у которых нету таких дарований, но у них есть сердце, которое их влекло в дом Господен на работу. И Господь принимал их, давал им Духа Своего, исполнял их мудростью, и они совершали дело Господне. Братья и сестры, подумайте сегодня о Господе, не смотрите сегодня на слабость своих дарований, посвятите их Господу, и это приведет вас к славе. Мы начали с чего? Что Моисей в пустыне зашел далеко. Моисей увидел терновый куст, и он увидел там присутствие Господня. А тогда, когда сыны Израилева откликнутся на Божий призыв и начнут делать каждое свое дело, вспомните, чем оно закончится. Моисей возьмет все, что они делали, поставит все это на свои места, и сойдет слава Господня, и уже священники не могли там стоять, потому что присутствие Господа стало зримым, и оно наполнило скинию собрания. Пусть и сегодня, на пороге пришествия Дня Господня, мы бы могли сегодня помнить об этом, молиться друг за другом, поощрять к добрым делам, молиться за наших служителей, молиться за наши семьи, молиться за погибающий мир, для того, чтобы вновь и вновь Господь мог действовать и являть славу, являть лицо свое, своему народу. Да будет имя Господне прославлено, Аминь.